Всем привет, с вами Doom. Сегодня у нас снова выпуск про комикс, официальная коллекция Marvel Attachet. Сегодня она будет посвящена вот этому замечательному персонажу, а именно Железному Человеку под названием Железный Человек Экстремис. Это у нас уже третий выпуск от Marvel Attachet. Собственно, у нас сам Железный Человек изображен. Но мне не нравится, что они добавили вот эту надпись, не знаю зачем, без нее как-то было лучше, но это по мне. И здесь у нас следующий выпуск, это у нас Мстители Распад. Очень я жду этого выпуска. Что касается цены, то я думал там загнут цену больше чем 400 рублей. Официальная цена 299 рублей, но я купил его за 380 рублей. Позвонили мне вчера, сказали, что можно подойти. В прошлый раз прислали смс, в этот раз уже позвонили. Ну что, давайте я его вскрою и будем смотреть на сам комикс. Ну что, снял я пленку с него. Вот так он у нас выглядит без нее. Если вот сравнивать с предыдущими, то я уже говорил вам, что нету, что вот эта надпись, блин, все убивает. Ну да ладно, сделали и сделали. Так, будем смотреть, какой у нас тут рисуночек получается уже. Такой типа уже почти, да даже не почти, уже такой кулак Халка. Так, откладываем предыдущие выпуски и начнем смотреть. Открываю я первый раз с вами. Собственно, Железный Человек Экстремис. Кстати, я заметил, что вроде тираж становится с каждым выпуском все меньше. Не знаю почему, но есть такое. Так, опять же у нас от Марка Лупоя, вступление и, собственно, первый выпуск. Надо будет посмотреть, сколько здесь выпусков. Обычно в Человеке-пауке было 5 выпусков, в Люди Икс было 6 выпусков. Не знаю, сколько тут. Такое достаточно интересно такая прорисовка. Такой Тони Старк. Ну как бы я Тони Старка по-другому представляю, наверное, как Роберта Дауни-младшего. Мне кажется, это самый лучший из всех, которых вариантов я видел, Железного Человека. Тони Старка. Этот какой-то не такой. Так, давайте же посмотрим, сколько там выпусков у нас. Так, это уже конец. Да, здесь тоже у нас 6 выпусков, как и в Людях Икс. Ну и посмотрим на дополнительные, так сказать, материалы в конце каждого номера. Дополнительные материалы, всяческие прорисовки и так далее. Вот здесь у нас представлена эволюция образа Железного Человека. Вот самый первый образ. Это 1963 год. Создан Джеком Кирби и Доном Хэком. Уже такой золотой костюм. Очень много у Железного Человека костюмов. Я не знаю, там больше 20, наверное. А здесь у нас про сценаристов. Вот здесь у нас Вольву Рейн. Росомаха. Гост Райдер, призрачный гонщик. И это у нас... Экс, что-то там не до конца написано. Хеллшторм. И второй художник у нас уже здесь. Это Ади Гранов из Боснии. Женщина Халк. Мститель, Капитан Америка, Тор. Наташа Романов, Черная Вдала. И здесь, собственно, рекламки с Железным Человеком. Ну, собственно, и все, наверное. Не знаю, прочитаю. Посмотрим, понравится или нет. Многие пишут, что уже не то. Первые два выпуска были лучше. А вот про Железного Человека не всем понравился. Ну, не знаю, не знаю. Ну, он такой, знаете, какой-то более серьезный, наверное, по сравнению с Человеком-пауком. Человек-паук у нас такой приколист. Антон, типа, серьезный. Вот. Здесь у нас такое краткое вступление. Опять же. Герои Марвел. Они вроде все одинаковые каждый раз, да. Независимо от выпуска. Ну, собственно, и все. Это был такой небольшой обзор третьего выпуска. Марвел официальная коллекция комиксов от Ашет. Следующий комикс у нас выходит 20 февраля 2014 года. Это у нас Мстители. Распад. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.